Меня зовут Князевич Дарья, я работаю диспетчером Центра оперативного управления в учреждении Минско-областное управление МЧС. Я просыпаюсь в 5.30 утра, готовлю завтрак для своей семьи, помогаю дочери собраться в школу и сама собираюсь на работу. На работе необходимо быть уже в 7.50 на рабочем месте. В эти 8 часов начинается смена дежурств, мы принимаем у сменяющейся смены информацию, узнаем, что прошло за прошедшие сутки, какие чрезвычайные ситуации, вникаем в работу и начинаем работать, принимаем сообщения от граждан. Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Какой адрес? Улица Мира? Хорошо, ожидайте, техника уже выехала. Я люблю свою профессию за то, что она в первую очередь призвана помогать людям. Это, наверное, самое основное. Нет ничего более дорогого, чем узнать, что твои действия спасли кому-то жизнь, ты кому-то помог, помог избежать какой-то чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что существует стереотип, что в МЧС работают в основном мужчины, то должность диспетчера занимает в основном очень много девушек. В профессии, конечно, всегда тяжело работать с людьми, а в нашем случае, наверное, вдвойне тяжелее, потому что люди не просто звонят, люди звонят те, которые находятся в стрессовом состоянии, которые в панике, которые не знают, что им делать. И нужно суметь не поддаться их панике и грамотно отреагировать на ту ситуацию, о которой они говорят, помочь той беде, которая у них случилась. Это, наверное, самое тяжелое. Мои коллеги это больше, наверное, чем коллеги. Наш коллектив это больше, чем коллектив. Коллектив это своего рода семья, семья, которая всегда тебе придет на помощь, если у тебя что-то случится. Ну, это неудивительно, с учетом, что люди, призванные помогать окружающим, в первую очередь откликаются на просьбы товарищей своих. Диспетчер, да, это первый человек, который сталкивается с чужой проблемой. Голос диспетчера это надежда. Надежда человеку на то, что сейчас ему окажут помощь, что он уже не один со своей проблемой. Надежда на спасение его жизни. Поэтому я считаю, что эта профессия очень важна. Порой даже поговорив с человеком, оказав ему консультативную помощь, направив его в нужное направление, чтобы решить его проблему, выслушать, это уже очень большого стоит. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.